Кажется, путь к пещере только таким и должен быть. Суровые, но романтичные сопки невольно навевают лирическое настроение. Неудивительно, что на фоне такого пейзажа вспоминаются самые необычные легенды. Впрочем, Владимир Стрельников и его соратница по туристическому клубу Юлия убеждены. Рассказы о том, что пещера, в которую мы отправляем, сохранит золото, вовсе не легенда, а вполне себе реальная история. Сохранили же свидетельства о том, как в 1931 году лихие люди убили председателя сейчас уже несуществующего колхоза Чиндачи в поисках того самого золота. Они его вытащили, бандиты. По-моему, по всей вероятности, они были из Китая. Пытали его, говорили, чтобы он сказал им, в какой пещере спрятано. Вот именно в пещере золото. Ну, а он, видимо, и сам не знал. Они его убили. На счету Владимира Стрельникова два десятка покоренных забайкальских пещер. Сактуй Милозанская или Семеновская – одна из самых экстремальных. Тем не менее, людей к себе притягивает. Недаром же находят время от времени члены туристического клуба Чиндачи в пещере ведра и лопаты. Видимо, не теряют краснокаменцы надежды найти золото от Амана Семенова. Итак, мы спускаемся в пещеру, где, по легенде, Атаман Семенов захоронил золото. Ее глубина, глубина этой пещеры – 74 метра, и в ней 8 гротов. Ну что, поехали? Ой, мамочка. 74 метра – это для сравнения пять пятиэтажных домов. И прямо скажем нам, людям неподготовленным, покорился лишь первый грот – темный и обледенелый. Это вход во второй грот. Но вот здесь сложность в том, что туда-то залететь-то ты залетишь. И довольно-таки легко. Можно не сопротивляясь скатиться. Но выходить оттуда надо, иметь определенную сноровку. Владимир и Юлия советуют нам дышать пещерным воздухом. Говорят, он полезен, а астматикам даже рекомендован. А еще после него глоток воздуха на поверхности кажется особенно пьянящим. Ты с ледяной пещеры поднимаешься, первый вдох воздуха солоноватый какой-то он. Если не считать хай-тей, то самое интересное, конечно, вот эта Семеновская пещера. То есть она наиболее проходима. Там действительно есть время и место, где остановиться, оглядеться, восхититься. В клубе Чиндача уверена, Семеновская пещера хранит в себе еще много открытий. Впрочем, как и другие подобные краснокаменские памятники природы. Всего в районе насчитывают шесть пещер. Наталья Собейникова, Анна Кулигина из Краснокаменского района. Субтитры создавал DimaTorzok